ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об очередном ноже производства компании Бекер из Германии. Ну, что называется CFA, по-моему, 0.1. Что меня, как обычно, радует, так это то, что компания Бекер ни на самом ноже, ни на коробке не указывает, как этот нож называется. Поэтому давайте поглядим на него вот так немножко в моих руках для начала, чтобы вы примерно понимали габариты этого ножа, который я вам сейчас показываю. Ну, а теперь посмотрим с вами на нож поближе. Рукоятки, с одной стороны, изготовлены из пластика, причем заметим, что там нет стального лайнера внутри. Другая половинка рукоятки сделана из стали, насколько я понимаю. Замок FrameLock, есть Hinderer Stopper. Более-менее правильно работающий с сухарем, этот нож, по-моему, не наделен. Но я думаю, что вам сейчас это хорошо видно. Мы с вами имеем дело с вот такой вот большой клипсой. Клипс, кстати, на этом ноже очень такая, знаете, необычно то, что она, хотя и довольно аккуратная, и, в принципе, нельзя сказать, что жесткая, но, тем не менее, вот отогнуть ее так пальцами довольно трудно. При этом, что характерно, на кармане, допустим, джинсов она прекрасно работает. Ну, сидит нож приблизительно вот так, я думаю, что здесь это понятно. Довольно значительно торчит из кармана. То есть, если вы хотите что-то понезаметнее, это не тот нож, прямо скажем. Мы с вами имеем дело с флиппером. Плавник флиппера сделан без всяких насечек, но назвать его скользким очень трудно. У него очень комфортная форма, чтобы поставить на него палец, просто нажать, бум, и появляется вот такой вот совершенно здоровенный клин. Из стали Sandvik 14C28N. Ножи, кстати, как это обычно бывают номерные. У этого есть конкретный номер. С той стороны вы сейчас видите, здесь поближе, это клеймо дизайнера. Диджей Урбановский является дизайнером этого ножа. С 2004 года у него существует своя ножевая компания. И вот как это обычно делает компания Бекер. Они у него купили вот такой вот дизайн. Ну, сам автор утверждает, что его клинки все-таки сделаны по мотивам ножей Кукри. Ну, я бы здесь, наверное, как бы поспорим, потому что, наверное, здесь это сильно модифицированная такая ее вариация этого строя клинка, так скажем. Но, тем не менее, автор полагает, что делает ножи такие достаточно функциональные и достаточно простые. На самом деле, вы сейчас видите складную версию перед собой ножа Калибрус. То есть, если я не ошибаюсь, по-моему, называется он вот так. Есть такой кастомный нож у этого автора, который был сделан в виде ножа с фиксированным клинком. Соответственно, как бы это его версия, ну, скажем так, выполненная в виде фолдера. Давайте, наверное, вот этот момент еще покажу, как сделана обработка на рукояти. Вот, и начну с вами делиться своими впечатлениями. Ну, кстати, да, хочется еще добавить очень прикольная вот здесь вот насечка. Прямо очень прикольная. Пальцы не дерет, а у меня, кто меня смотрит, давно знает, что это пунктик прямо, чтобы не втыкался нож в пальцы в этой ситуации. Здесь не втыкается. Я давайте толщину рукоятки покажу, чтобы было понятно, она не очень толстая. Вот, посмотрите, как бы, кстати, в хвате нож такой достаточно комфортный, довольно значительный. То есть, здесь не перепистолична рукоятка, он не исключительно для силового реза предназначен, но, как бы, очень комфортно во многих хватах и в кухонном, и вот в каком-то таком молоточном, если придется что-то строгать. Единственный момент, что, как бы, несмотря на сделанную здесь выемку, в молоточном хвате ощущается нагрузка на мизинец. То есть, ну, как, в общем, у большинства фолдеров есть такая проблема. Это не очень-то сильно удивительно. Здесь, наверное, хочется мне сказать такую штуку. Вот очередной пример, когда, в общем-то, действительно очень интересный дизайн этого ножа, потому что, действительно, он реально любопытный, и что-то мне подсказывает, что он довольно работоспособный. То есть, конечно, любую такого рода теорию нужно подтвердить практикой, но на первый взгляд действительно кажется, что нож очень и очень рабочий, несмотря на свою экзотическую форму. Но есть вот такой интересный момент, что все-таки те производители, которые сейчас аемно размещают производство своих ножей в Китае, постоянно рискуют попасть в конкуренцию, ну, скажем так, например, с какими-то оригинальными китайскими ножами. И вот здесь, конечно, они выкручиваются во многом благодаря дизайну и каким-то интересным элементам, так скажем, вот этого дизайна, ну, к примеру, на рукояти. Вот так сейчас ведет себя компания Керша, но вот сейчас смотрю, что и компания Бекер, как бы, да, на своих ножах, которые они делают в Китае, стали делать приблизительно то же самое. То есть, понимаете, вот китайцы вот таких дизайнерских вещей пока на ножах еще не делают. А если делают, то они немного олиповато получаются, ну, или это другая ценовая категория ножей. Здесь нож стоит порядка 100 долларов, но приблизительно, скажем так, при такой цене, ну, скажем так, китайские ножи, наверное, будут либо сильно более дорогими, либо как-то попроще. Здесь все-таки это нож такой из относительно недорогой серии ножей, так скажем, Бекер Плюс-то не самые дорогие ножи в линейке компании Бекер, но при этом вот так вот очень симпатично и интересно выглядящий, и при этом, понятное дело, что взят довольно-таки дорогой дизайн. Я думаю, что, скорее всего, этот нож будет пользоваться определенной популярностью, особенно среди начинающих ножеманов, потому что вот такая экзотическая форма, она, безусловно, привлечет к себе внимание довольно большого количества покупателей, интересующихся ножами. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока!